Александр Михайлович, к вам вопрос насчет трейдинга. Все вопросы пока к Азизу, когда будет моя часть, я отвечу на вопросы. Ну давай, ладно, уже задавай, а то тебе не дадут микрофон. Вопрос насчет фондового рынка. Я больше торгую по фондовому рынку. Вопрос такой. На сегодняшний день практически больше 60% всех торговых операций на Нью-Йоркской фондовой бирже проводится именно за счет HFT роботов, то есть высокочастотные роботы. Не совсем так. Ну примерно такая статистика. Робот нет. Роботы да, но не HFT. Объясню тебе почему. Потому что HFT роботы работают только на коротких таймфреймах. На длинных таймфреймах роботы не работают, а на маленьких объем, на маленьких таймфреймах и деньги другие. Так вот на маленьких таймфреймах они работают и есть ли сегодня актуальность торговать внутри дня, когда есть роботы. Например, очень многие аналитики и эксперты говорят, что роботы практически не дают интродэйш. Поэтому аналитики и эксперты не зарабатывают деньги. Отвечу на твой вопрос. На каждом семинаре, вот как раз у нас там Андрей сидит, вот только семинары приехал с московского. На каждом семинаре последний день семинара я торгую на реальном счету. Поэтому внутри дня. То есть внутри дня еще есть актуальность, учитывая, что есть актуальность. Если это плохое слово. Да, естественно, волатильность, конечно, выше стала. Но если ждать свою хорошую точку входа, у меня есть студенты, которые зарабатывают очень много денег. Очень много денег, это 50-100 тысяч долларов в месяц только на интродэйной торговле. Только на интродэйной. Самое главное, чтобы по-простому твоя дневка. Почему? Если в инструменте есть импульс, то ни один HFT-робот не сможет сдержать движение. Почему? Если у тебя плоскость по-простому поделена на покупки и продажи. У тебя там, например, есть какой-то инструмент, который там, как был APRN, да, ниже 5 долларов ему надо падать. Он с 5 до 3 упал, и его ни один HFT-робот не удержал. Поэтому, да, они, наоборот, включаются и дальше помогают. То есть HFT тоже имеет свою логику, и она не пойдет против логики рынка. Если это скальпер, это одно. Если это по-простому робот там паттерновый какой-то, это другое. Просто когда говорят слово HFT, это такое красивое слово high frequency, там высокочастотники, да, это просто роботы с большим количеством сделок. Это не всегда есть показатель того, что этот робот херачит там миллион сделок. Это просто может быть робот паттерновый или направленный.